Киевский районный суд рассмотрел дела о назначении мер пресечения всем задержанным штурмовикам Хога. Троих оставили под домашним арестом, 60 человек отправили за решетку, но оставив за ними право внести залог. Речь идет о немалой сумме – от 70 до 180 тысяч гривен. Еще двоих отправили в СЮЗО без права внесения залога. При ходатайствах и выборе меры пресечения, пояснили в прокуратуре, основывались на участии каждого задержанного в массовых беспорядках. Именно такую статью инкриминируют всем задержанным. На сегодняшний день в ходе следствия фактически исключена возможность случайного нахождения этих граждан в зданиях Харьковской областной государственной администрации. Все они были активными участниками захвата. Двое, получившие максимально строгую меру пресечения – это прорадикальной пророссийской группы «Украинский восточный блок» Егор Логвинов и один из лидеров бородьбы Сергей Юдаев, тот самый, который привел молодчиков с битами в АТН. Хамовитый во время разгрома Юдаев в суде свою наглость подрастерял. Задержали его вместе со всеми в Хога, однако в суде он заявил, зашел туда случайно. Да и в повторном штурме облгосадминистрации участия не принимал, был в это время в АТН, только пришел позже на площадь. Видеофакты же свидетельствуют обратно. Сергей Юдаев не просто пришел на площадь, но и в числе первых молодчиков ворвался в здание Хога после того, как правоохранители отступили. Более того, понятно, что он командует бойцами с битами. Слышно, как во время интервью, которое дают двое из пророссийских активистов, Юдаев нецензурно приказывает им не общаться с прессой. Они не разобрались, кому рассказывают о штурме. Адвокат Сергей Юдаев Владимир Тиховенков также доказывает невиновность своего подзащитного. Говорит, обязательно будет апелляция по мере пресечения. И он же с коллегами будет защищать Юдаева, если ему предъявят обвинение по нападению на редакции АТН. В суде Юдаев очень эмоционально выступал, доказывал свою невиновность. Более того, вы пришли с АТН, а вы знаете, что он журналист. Он в то время, когда был захват, он находился в АТН. И шла прямая трансляция. Это фактически доказательство. Все, кто его смотрел, это десятки тысяч людей. Они могут быть свидетелями и сказать, что не было во время захвата. Он просто был журналист, который выполнял свои обязанности. Дальше он пришел за 10 минут до захвата здания и был там захвачен. Ничего противоправного не делал. Впрочем, алиби Юдаева на момент штурма тот факт, что находился в АТН, вряд ли поможет ему избежать уголовной ответственности. Так уже на суде Сергей Юдаев убеждает журналистов, он попал в редакцию значительно позже других активистов. Однако в репортаже российского канала Вести эту съемочную группу штурмовики взяли с собой, видно, как именно Юдаев первым выбивает дверь в редакцию АТН. Во время разгрома АТН были похищены вещи, деньги и личные дела сотрудников. В суде Юдаев утверждает, все деньги документы вернули, хотя это не так. На видео уже видно, Юдаев сам вырывает документы из рук гендиректора АТН. Причем на 59 секунде отлично видно, что там сразу несколько папок, а не дело одного экс-сотрудника телекомпании, которым якобы интересовались пророссийские молодчики. Дети-девушки. Какие бумажки? А вот там лежат на столе. На столе лежат. Ты сейчас пойдешь, будешь общаться с человеком. Один на один. Нет, я буду общаться здесь. Дети-поучки. Да, подробно. Дети-поучки. Минимум, дети-поучки. Лучше вам остаться. Бандитами, тетушками. Лучше вам остаться, девушку. Лучше. Именно Сергей Юдаев препятствовал и журналистской деятельности, что карается уголовным кодексом. Он с руководимыми им, молодчиками в масках, не пропускал съемочную группу АТН. Однако на видео четко видно, до какого-нибудь конфликта Юдаев со штурмовиками силой оттесняет журналистов и операторов конец коридора, чтобы они не могли снять то, что творят погромщики в редакции. Не видеть, что это не просто женщина с мужчиной, а корреспондент и оператор с микрофонами и камерами Юдаев не мог, но продолжал вместе с другими оттеснять съемочную группу, в то время как против них никакой силы или агрессии не проявлялось. Только попытки защитить техникум. Мы запрещаем себя снимать. Что непонятно? Камеру вниз. Камеру вниз. Камеру вниз. Кто мне запрещает снимать? Я запрещаю вам. А кто вы такие? Я имею в виду, кто вы такие? Вы уволены, вы слышите? Все сотрудники АТН уволены. Все. Народом Харьков. И самое главное, Юдаев утверждает, он лично в погроме редакции повреждений имущества участия не принимал. А вы принимали участие в этом? Я снимал, я стримил. Однако вот зафиксировано, как именно он после разговора с Олегом Юхтом призывает всех крушить имущество, после чего сам идет в кабинет гендиректора, откуда раздаются звуки погрома. Не надо ля-ля, хорошо? Не надо ля-ля. Вы ему больше верите? Ребята, разрывайте нахуй все здесь. Все. Ребят, не надо ничего, ничего не круши. Сергей! Сергей, успокойся. После чего призывают с собой молодчиков с битами, и лишь они направляются по коридору в сторону студии. А есть человек остановки? У меня такой вопрос. А по материалу? Полторы минуты и становится ясно – студия разгромлена. Аппарату разгромили. Мне позвонил не поспал. Разгромили аппарату. Понимаете или нет? В это время другие штурмовики по-прежнему блокировали работников АТН, чтобы они не помешали разгрому. Марина Николаева, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Здание областного управления МВД Харьковской области. В пятницу в парке перед ним собралось порядка сотни сторонников антимайдана. Говорят, пришли поддержать Беркут. При этом Харьковский батальон Беркута действительно сегодня в полном составе на метро прибыл в управление МВД. Беркуту слава! Беркуту слава! Беркуты – это антитеррористическая группа, правильно? Эти люди, которые сейчас там, они не считают, что люди, которых они должны были прогонять в площади, что они террористы. Спасибо за это Беркуту пришли сказать харьковчане. Просто ребята настроены не выполнять преступных приказов. Поэтому некоторые увольняются, сами не ждут, пока их уволят. У участников акции в поддержку Беркута также была информация об увольнении командира этого спецбатальона. Однако сам командир ее официально опроверг. Равно как и заверил, что никакого демарша со стороны бойцов в поездке в областное управление МВД не было. Никого из них не увольняют. Весь батальон ездил на собрание. Это не были переговоры. Во-первых, было назначено новое подразделение, то есть убрали слово «Беркут» и осталось спецподразделение. Пришли новые функциональные обязанности, пришли новые штатки, задачи. После собрания, выстроившись в колонну, бойцы спецбатальона отправились в направлении станции метро Бикетова, отказываясь что-либо комментировать многочисленным представителям прессы. Спустившись на Бикетова в метро, милицейский спецбатальон убыл в расположении своей части на Державинской. Как объяснили в ЦОСУ МВД, по логистике было удобнее, чтобы бойцы добирались именно на метро, так как между их частью и областным управлением Министерства внутренних дел две остановки по прямой ветке. Сторонниками антимайдана уже разбит палаточный городок возле места постоянной дислокации милицейского спецподразделения. При этом командир «Эксберкута» настаивает, что в подобной поддержке его подопечные не нуждаются. Они больше мешают местным жителям, понимаете, вокруг уже все загажено, в подъездах, сами знаете, что может происходить, то есть, ну вот такая ситуация, уже развернули кухню такую, я понимаю, что они в поддержку нас, большое им спасибо. Также Владислав Лукаш рассказал, что его личный состав уже общался с антимайдановцами, дабы развеять страхи, что из Киева на Харьков движутся вооруженные люди. Виталий Лапскир, Алексей Антонов, агентство телевидения «Новости». «Мне очень стыдно за то, что я принимал в этом участие. Я прошу меня простить». «Молодец! Молодец! Молодец! Молодец!» Накануне днём Андрей Чуйков показательно уволился из Национального университета внутренних дел, где работал преподавателем более 10 лет. У памятника Ленину Чуйков во всеуслышание заявил, что принял это решение после участия в антитеррористической операции по освобождению обл. администрации от сепаратистов. Говорит, у захватчиков Хуга не было оружия. Одна палка на 40 человек. Коктейли Молотова бросали провокаторы, которые до сих пор находятся на свободе. Они же, по версии Чуйкова, засунули и взрыв-пакет под бронежилет курсанта Академии внутренних войск, после чего парень оказался в реанимации. Как нам сказали изначально, здание наполнено вооружёнными боевиками. Как потом выяснилось, лично мной, я лично видел, на 40 человек одна палка. Ни одного оружия я там не видел. И применение против мирных харьковчан элитного спецназа из Винницы я считаю перегибом палки. С чем смириться не могу, поэтому прошу моего руководства принять мою отставку. Чуйкова на форумах в интернете именуют то настоящим офицером, то предателем. Одни подозревают во взяточничестве, другие хвалят за мужественный поступок. Только вот рапорт на увольнение Чуйков до сих пор не написал, говорят в пресс-службе Национального университета внутренних дел, хотя на работе сегодня так и не появился. Да и видеть, как проходила спецоперация внутри здания, а следовательно оценить степень вооружения и боевой готовности сепаратистов Чуйков вряд ли мог, ведь в это время находился на улице. В пресс-службе университета, говорят, Чуйков действительно принимал участие в антитеррористической операции, как и другие преподаватели вуза. Однако находился в резерве и только под утро начал нести службу по охране общественного порядка на улице Сумской. В пресс-службе областного управления милиции новостям АТН подтвердили, что преподаватели действительно были задействованы лишь для охраны общественного порядка, а в штурме принимали участие только бойцы спецподразделения. Татьяна Датсяк, Владимир Борох, агентство телевидения новостей. Новости АТН на своем сайте АТН-UA опубликовали обращение о поддержке. Напомним, в ночь на 8 апреля около полусотни молодчиков в масках и с битами ворвались в редакцию АТН, разгромили аппаратную, кабинеты руководства, разбили стеклянные шкафы в фойе, украли личные вещи сотрудников, в том числе телефоны. Они толкали сотрудников АТН и не давали им работать, угрожали физической расправой, перебрали личные дела сотрудников, часть которых забрали с собой. От директора АТН Олега Юхта требовали немедленного предоставления прямого эфира. А после того, как им объяснили, что АТН вещает только ночью и без прямого эфира, пытались заставить директора написать заявление об увольнении. Руководили Погромов Сергей Юдаев и Андрей Бородавко. Первый задержан вместе с остальными сепаратистами находится в СИЗО. Прошли всего лишь сутки, и мы благодарны всем, кто откликнулся. И финансово, и морально. Большинство харьковчан и фирм перечисляют средства на расчетный счет. Бесплатно фирма ОВС-плюс уже отремонтировала мебель в офисе. Есть предложения по технической помощи. Наши постоянные зрители продолжают звонить, приходить в редакцию, чтобы высказать свое отношение о том, что произошло, и поддержать коллектив АТН. Я всегда считала, что АТН – это вот именно харьковское телевидение. Именно харьковское. Потому что все новости, которые проходят в нашем Харькове, сразу можно увидеть именно у вас. И поэтому то, что я увидела, это было не то, что неприятно, это было, ну, это было очень больно. Меня обидели, меня ударили, меня этим просто плёнули мне в душу. Позицию разных людей должны мы слышать в городе Харькове. Разных людей. Пусть это будут те люди, которые хотят в Россию. Пусть это будут люди, которые хотят в Украину. У каждого есть своё мнение. Но так поступать с вами, корреспондентами, журналистами, никто не имеет права. Технические подразделения АТН работают с утра до ночи. После проведения следственных действий потихоньку началось восстановление аппаратной эфира. Буквально по кусочкам идёт реконструкция необходимой аппаратуры. Телевизоры в основном не подлежат восстановлению, потому что разбиты пенескопы. Мониторы компьютерные тоже не подлежат, тоже всё разбито. Компьютеры мы восстанавливаем, потому что там повнимали жёсткие диски, повнимали оперативную память. Ну, что-то мы нашли у себя, но это очень мало. Сейчас катастрофически не хватает средств. Как только у нас появится хоть какая-то возможность и какие-то средства, мы будем по возможности всё восстанавливать. И, значит, как только хоть часть оборудования сможем восстановить, можем выйти в эфир. Новости АТН ещё раз благодарят всех неравнодушных и обещают держать в курсе всех восстановительных работ. Наталья Белокудря, Владимир Борох, Агентство телевидения новости. На встречу с представителями образования профильный министр Сергей Квит приехал с новым законопроектом реформирования высшей школы. Данных законопроект, который готовился два года, на этой неделе был утверждён Верховной Радой. Основная его задача – сделать из университетов автономные единицы. Речь идёт не только о финансовой и административной автономии. Согласно законопроекту расширяются права учёных советов вузов, а избранием ректора занимается сам университет. Вузы Украины должны стать исследовательскими центрами. Изменится и система учёных степеней. Учёные мужи с необходимостью реформы согласны. Однако основной вопрос, который считают необходимо решить, немедленно финансовый. В последнее время источником постоянных треволнений является казначейство. Деньги на счетах для финансирования различных проектов есть. Однако добраться до них нельзя. Финансы действительно поют романсы, признаётся министр. И главную роль в этом сыграло предыдущее руководство страны. Средств не только нет в казне. Активы некоторых банков также полностью были вывезены. Исключить такую ситуацию может только финансовая независимость вузов. Поделиться также финансовыми проблемами пришли представители студенчества. Говорят, не нравится чехарда с выплатой стипендий. В одном учебном заведении уже выдали, а в другом только ждут проплат. Квит же отмечает, этот вопрос больше зависит от сознательности самих универов. Такая пропозиция для вас встановить эффективный фермент, цеплата стипендий. Если мы это можем сделать в межах государства, то в межах этого региона. Такие темы не существуют. И нужно разбираться в каждом конкретном случае. Потому что в одном случае один университет добился, в большом случае он добился. Встреча длится около двух часов. За это время преподаватели не только успевают задать вопросы в отношении учебного и научного процесса, но и высказать пожелания, иногда в письменном виде. Все рекомендации Квит обещает рассмотреть. Оксана Нечапаренко, Андрей Домовой, Агентство телевидения Новости.